Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прокофьев работал сразу над всеми частями трех сонат. Сонаты-триады родственны между собой монументальностью замысла, значительностью идейного содержания, эмоциональным богатством. В них нашли свое выражение наивысшие достижения Прокофьева как мастера фортепианного стиля. Композитор-гражданин чувствуется в каждой ноте этих сочинений. Они впитали его постоянные стремления идти в ногу с современностью, вдохновенно рассказывать о наших днях. Время, события вносили свои поправки в те или иные эпизоды сонаты. Вражеское нашествие на нашу родину вызвало к жизни злые и мрачные картины бездушных механизированных токат. Подобно эпизоду из первой части Ленинградской симфонии Шостаковича, эта музыка навсегда останется в искусстве правдивым портретом фашизма. Приближение победы в Отечественной войне продиктовало Прокофьеву ликующее окончание финала сонаты. Восьмая соната, пожалуй, наиболее монументальна и симфонична в триаде. Прежде всего, благодаря размаху и мелодической неистащимости первой части. Уже главная партия строится на неторопливом последовании трех тем. Они родственны между собой нежностью, изысканностью, строение их мелодий чуть причудливо. Они то движутся по малым интервалам, то вздымаются или не спадают на сексту, септиму или октаву. Вот первая тема главной партии. Обратите внимание на чрезвычайно характерный для Прокофьева уход в далекие тональности и возвращение в главную тонику лишь на самом последнем звуке темы. Этот прием всегда воспринимается как лукавая улыбка автора. ПОДПИШЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вторая тема, являвшаяся прежде темой Лизы из музыки к неосуществленному кинофильму «Пиковая дама», также после ряда изощренных гармоний, спокойно заканчивается в основной тональности. Вторая половина темы представляет собой повторение первой половины, но мелодия здесь сопровождается не восьмыми, а варьирующими их триолями. Эти триоли сопровождения встретятся нам и несколько далее. Вот как звучит вторая тема главной партии. ПОДПИШЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Эта тема требует особого внимания. Именно она подвергается наибольшему перевоплощению в разработке, приобретая совершенно иной характер. На эту сторону метаморфоза тематического материала при изучении и исполнении музыки Прокофьева следует обращать особое внимание. В диалектическом единстве, диаметрально противоположной по характеру музыки, построенной, однако, на одной и той же теме, зерно интенсивного драматического развития. Третья тема модулирует в тональность субдоминанты S-DUR. Ее вторая половина также сопровождается триолями. Снова звучит первая тема. Она в точности повторяет первые проведения, но динамизируется с помощью тех же триолей сопровождением. Их появление приводит и к кульминации всей главной партии. Эта кульминация не отличается большой яркостью, так как не является следствием столкновения сколько-нибудь конфликтных образов. В целом, главная партия — это большой, неторопливо развертывающийся эпизод спокойной, нежной и чуть изысканной музыки. Изысканность придает ей характер известной субъективности, поэтому музыка главной партии воспринимается и начинает нравиться не сразу, подобно другим темам сонаты. Интересно написан в этом разделе контрапункт к мелодии. Он ритмически заполняет все ее остановки, за исключением каданцевых. Вслушайтесь в сплетении голосов, создающих одну непрерывную линию. Вот несколько примеров. Остается сказать еще о большой исполнительской трудности главной партии — педализации. Приходится добиваться почти всюду длительно звучащих басов. Удерживать их пальцами физически невозможно. Сплошная же педаль приведет к мутной звучности, несвойственной стилю Прокофьева. Требуется такая полупедаль, при которой и басы звучат, и фактура верхних регистров постоянно проясняется. Вот пример такой педализации. Связующая партия начинается на глубоком тоническом органном пункте. Построенная на том же принципе ритмического дополнения одного голоса другим, она представляет собой ряд снижающихся секвенций на звуках трезвучий разных тональностей. Большого мелодического своеобразия она собой не являет, зато она насыщена богатым материалом для создания ритмически энергичного импульсивного движения, появляющегося в восьмом такте, пианиссимо легато. Хочется подчеркнуть, что гармоническая усложненность и обостренность звучания здесь связана не с изобретением новых аккордов, а с живописным сочетанием простых мажорных и минорных тонических трезвучий, иногда очень далеких тональностей. На этом же материале строится большой раздел разработки и кода. При исполнении важно по-разному расцветить, инструментовать оба голоса, идущие в партии правой руки, с тем, чтобы они не слились в однообразные и одноголосные арпеджио. В басу дважды проходит выразительная первая фраза главной партии. Перед побочной партией, после пиоанимато, характеризующего движение связующий, снова наступает первая анданте, вводящая постепенно в доминанту соль минора. На этой доминанте все останавливается. Побочная партия подготовлена. Тема ее одна из самых впечатляющих в сонате. Ее драматургическая роль впоследствии в разработке очень велика. А в финале сонаты ей предстоит появиться в качестве реминисценции отклика минувших событий. Хоть темп по сравнению с главной партией здесь не изменился, и общее движение также спокойно, побочная не столь безмятежна, и главная не носит того несколько отвлеченного характера, который свойствен темам главной партии. Здесь гораздо больше проявлена специфика русской песенности. Наконец, здесь нет переплетения однохарактерных мелодических линий. А даны два образа, если не конфликтных один другому, то во всяком случае довольно контрастных. Первый образ — мотив со скачком на нону вниз. И второй — распевные и печальные двухголосные мелодии. Мотив со скачком на нону вниз. И тот, и другой образ получают большое развитие в финале. Завершается побочная тема той же мелодии, которая подготовила ее при переходе от связующей партии. Мерная, чуть зловещая заключительная партия — «Мецопиано Транквилло». И экспозиция заканчивается. «Мецопиано Транквилло» После «Ферматы» наступает разработка. Она начинается затаенно, но неспокойно, тревожно. С первых же ее тактов заметно новое настроение. Что-то сдвинулось. Мир покоя и печали уступает место энергии движению борьбе. На фоне непрерывного рокота шестнадцатых, в них мы узнаем вскоре материал связующей партии, в басу проходит третья тема главной партии. Все грознее гул мелодических фигураций. Они идут уже на форте. Близка буря. Трудно отделаться от почти зримого впечатления белых предштормовых барашков на вершинах грозных звуковых волн. В басу, точно провосглашенная тромбоном, трансформированная вторая тема главной партии. Звучат пять октав клавиатуры. Прекращается бурлящее движение шестнадцатых, но напряжение не спадает, потому что вступают все новые темы экспозиции на предельном эмоциональном накале. Тема, предваряющая побочную партию. Затем, превратившаяся в жесткий, тупой марш, вторая тема главной партии, ей контрапунктирует ее же проведение в увеличении. В увеличении проходит начало первой темы главной партии. Точно изуродованные обломки на поверхности разъяренной морской стихии всплывают в водовороте звуков куски тем. Вступает побочная тема. И она буквально обрушивается на слушателя всей своей мощью. вихрь звуков и громадный напор достигли вершины, но главные кульминации чуть дальше. Ванданты. Стихия здесь одна. От мелодического, живого начала остались только грозные ходы вниз, большей частью на дециму, чем-то родственные первому образу побочной партии. Все остальное играет чисто изобразительную роль. Гигантские валы медленно и мерно ударяют в препятствие. Г figа не совсем-то гигантские валы в коем-то линии. Гигран Постепенно сила их гаснет, и появляется заключительная партия. Лишь она одна осталась неизменной, спокойной, монотонной, немного зловещей. Меняется гармония с каждым тактом, уходит вниз по малым терциям бас, гаснет звучность от мецопиано до пианиссимо, а мотив темы восемь раз подряд повторяется как заклинание, которое укращает стихию. Этот прием оказывается удивительно действенным. Успокоение, наступающее на протяжении 12-15 тактов, полностью и естественно снимает напряжение огромной, редкой по своей экспрессии и стихийной мощи разработки. Музыка Думается, что в разработке Прокофьеву не удалось избежать некоторого экспрессионистского перехлёста. Видимо, без чрезмерного сгущения красок и динамики трудно было бы достигнуть образного ощущения злой, неохватной силы, беспощадной и тупой стихии. Громадное поистине симфоническое богатство и разнообразие звучания может быть здесь достигнуто исполнителем лишь при условии отличного вводения всей палитры фортепианной звучности и мощной техникой. Чрезвычайно важно умело рассчитать нарастания, не начиная их слишком рано. Нужно помнить, что сдержанная сила иногда впечатляет больше, чем открыто проявляющаяся. Реприза повторяет экспозицию без существенных изменений. В ней отсутствуют повторения первой темы в конце главной партии, эпизод, изложенный шестнадцатыми в связующей, заключение побочной и вся заключительная партия. Большая кода строится на том же движении, что и связующая партия экспозиции и начало разработки. Здесь повторяется материал связующей партии в уменьшении. Стремительное движение все более динамизируется, доходит до фортиссимо кон брио, становится грозным, неистовым, и вдруг наступает пять последних тактов, приносящих покой и свет. Роль этих пяти тактов та же, что и заключительной партии, переводящей от разработки к репризе, полные умиротворений. В первой части, написанной очень широко, масштабно, поражает умение композитора добиться громадного разворота событий. При этом совершенно отсутствует дробность, калейдоскопичность драматического повествования. Автор не боится длительных одноплановых эпизодов музыки. В фортепианной литературе трудно подыскать образцы, аналогичные, например, громадной подлительности и, в общем, одноплановой по характеру целой экспозиции сонатного аллегра. Столь же редкие эпизоды подобные разработки с ее масштабом и предельной экспрессией. Драматическое сочетание этих широчайших пластов и придает камерному жанру сонаты симфонический масштаб. Вторая часть, анданты соньяндо, что означает «неторопливо, мечтательно», это погружение в мир прошлого, почти стилизованный менуэт. Первые такты с их классического склада мелодии и гармонии как бы выхвачены из менуэта XVIII века. Мелодия и басы и дальше сохраняют характер менуэта галантной эпохи, но гармоническое наполнение, начиненное хроматизмами и нарочито параллельными трезвучиями, позволяет безошибочно угадать лукавую манеру Прокофьева, любящего старину, но не могущего скрыть улыбку современного человека по поводу милых наивностей припудренного стиля. Вот это тонкое соединение старинной чопорности с гармонической дерзостью современного музыкального языка и составляет изюминку прелестной второй части восьмой сонаты. Форма ее непритязательна, проста и очень лаконична. Общий характер неизменен на всем протяжении, нет ярких кульминаций, приседающая трехдольность пронизывает антанты насквозь. Все это говорит об одной цели. Вторая часть должна сыграть роль интерметца, легкого промежуточного эпизода между громадными массивами крайних частей. Мастерство Прокофьева отчеканило в этой части подробности, отмело все лишнее и заставило заблистать каждую ноту. Вот почему, несмотря на малые размеры, она оставляет впечатление удивительной законченности и запоминается сразу и надолго. Форма этого анданты, сочетающая элементы сложной трехчастности и своеобразного ронда, очень стройна. Логика развития здесь подкупающе убедительно. Она достигается в частности интересным приемом. Каждое последующее проведение той или иной мелодии подготовлено. Ритмические элементы или штрихи или характер полифонического сплетения уже встречались в изложении предыдущего материала. Таким образом, все три темы этой части оказываются неуловимо сблизившимися. Проиллюстрирую эту мысль. Первое проведение главной темы, или рефрена, если рассматривать эту часть как ронда, имеет в своей метрической основе четверти. Второе проведение в ре-мажке. Благодаря синкопированным басам пицциката уже не имеет остановок на четвертях и движется сплошными восьмыми, если учесть заполняющий ритм басов. Благодаря синкопированным басам пицциката уже неуловимо сблизившимися. Вторая тема в фа-мажоре, как это часто бывает у Прокофьева, более речитативна, не так закруглена мелодически. Она идет более плавными восьмыми, что было подготовлено во втором проведении главной темы. Хроматические параллельные терции Тоже были раньше, в обоих проведениях первой темы. Третье проведение главной темы несет новые изменения. Помимо усложнившегося контрапункта, в сопровождении появляются нисходящие последования, соединенные штрихом по два звука. Этот штрих непосредственно готовит изложение третьей темы, наступающей здесь. 16-е появляющиеся в конце третьей темы, в свою очередь подготовлены ломанными арпеджио из сопровождения во второй теме, такт 25-й. Таким образом, ритм 16-х, сопровождающий следующее стретное проведение главной темы, уже не нов, он воспринимается как что-то знакомое. Нужно проследить, чтобы эти 16-е не заглушили чудесные стреты, построенные на главной теме. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше идет третья тема на доминантовом органном пункте в басу. Вместе с ней звучит первая фраза второй темы. Субтитры создавал DimaTorzok И вот заключительное проведение главной темы. Оно мастерски оплетается нисходящими ломанными октавами, в сдвоенном штрихе которых мы узнаем штрих третьей темы, с первым звуком на слабой восьмой каждой четверти. КОНЕЦ Последние четыре такта Мирное окончание первой темы. И здесь мы слышим в контрапункте знакомую по стретному проведению темы гамму снизу вверх. На этот раз она протянулась на четыре октавы. Главная исполнительская трудность в этой части заключается в том, чтобы сохранить сначала и до конца непритязательный характер и чуть приседающий ритм минуэта. И в то же время тактично, но ясно подчеркнуть все подробности фактуры, свойственные только данному автору, нашему современнику. Здесь имеется в виду изысканная полифония, создающая по вертикали подчас очень сложные гармонические комплексы. Вслушайтесь, например, в гармонически терпкое последование параллельных малых нон в двадцать седьмом такте. Или хроматического хода параллельными малыми септимами в тридцатом-тридцать первом тактах. Интересно, что главную тему, преимущественно строящуюся на диатонике, постоянно сопровождает хроматический контрапункт. Этим-то и создается примечательное для Анданте сочетание старины и современности изложения. Ярким примером такого сочетания может служить второе изложение главной темы. Довольно сложно. Выразительно и интересно по колориту исполнить последнее десдурное проведение темы. Здесь основная мелодия передается из руки в руку, так же, как и снижающиеся сверху вниз ходы ломаных октав. Чередование в каждой руке основного и вспомогательного материала с присущим каждому элементу характером звучания нелегко и не сразу удается. Есть смысл поработать над этим местом, добиваясь преувеличенного рельефа темы за счет контраста динамики обеих линий, так чтобы основная тема звучала примерно меццо-форте, а контрапункт пианиссимо. Меццо-форте, а контрапункт пианиссимо. Финал восьмой сонаты. Громадное полотно, насыщенные стихией движения. Строение этой части очень интересно. Это сонатная аллегра, в котором место разработки занимает развернутый эпизод, имеющий большое драматургическое значение. Когда дописывалась эта музыка, жизнь, чутким свидетелем которой был Сергей Прокофьев, была насыщена важными событиями. Близилась победа в Великой Отечественной войне. Композитор-гражданин отразил в финале картины вражеского нашествия и триумф грядущей победы. Ритм и темп начала финала в Виваче двенадцать восьмых напоминает Тарантеллу. Главная партия, легкая, бегущая, подчеркнута четким сопровождением. Перемена метра на четыре четверти в связующей партии не сказывается на общем движении. Вместо триольного движения мы слышим дуольные. Характер темы чуть злее и ироничнее, чем в главной партии, подчеркивается короткими гамками с сильным крещендо на них. Побочная тема «Форте-эспрессиво» строится на более индивидуализированной мелодии, идущей на фоне тех же триолей. В ней как бы объединяются три элемента. Новая мелодия, стихия движения главной партии и сердитые подвывающие взлеты связующей. 21-23 такты побочной темы изложены таким образом, что исполнить безукоризненно в должном темпе партию правой руки мне представляется возможным. Здесь последний звук каждой триоли приходится брать левой рукой. В конце экспозиции появляется новая тема, контрастирующая с общим строем предыдущей жизнерадостной музыки. Эта тема, которая может рассматриваться как заключительная партия экспозиции, зловеща. Она переводит события в серьезный, чуждый беззаботности план. Гармонически она вводит в десдур, с которого начинается эпизод, один из центральных драматургических узлов сонаты. Роль этого значительного эпизода та же примерно, что и в эпизоде из первой части седьмой симфонии Шостаковича. Это злые силы войны, нашествия. Непреодолимые, все нарастающие по динамике и маркированные движения, тупое и непреклонное, аллегро бен Марката, не меняясь по темпу, длится значительное время. Постоянно, десятки раз повторяется астинатная фигура. Темп не меняется. Композитор напоминает в середине. Бен ин темпо, строго в темп. Растет накал, шествие приближается, сгущается фактура, становясь аккордовой, ширится диапазон звучания, он охватывает три, затем четыре, пять, наконец шесть октав. После того, как напряжение, казалось бы, достигает высшего предела, когда вместе с астинатной фигурой громогласно звучит заключительная партия экспозиции, наступает момент, сходный с кульминацией разработки в первой части. Некоторое время звучит только долбящая астинатная фигура в басу. Затем на ее фоне возникает в разных регистрах нисходящие на нону вскрики. Постепенно звучность затихает, астинатная фигура из октавной превращается в одноголосную, а ходы на нону вниз чудесным образом превращаются в следующем эпизоде Покиссимо Мене Мосса, в начало побочной темы из первой части. Изумительный по силе воздействия прием, на фоне все того же астинатного баса возникает реминесценция побочной партии, нежный, печальный, речитативно причитающий. Побочная партия первой части. Побочная партия первой части. Проходит целиком. Постепенно стихает в басу астинатная фигура и начинается переходный к репризе эпизод. Тема его взята из побочной партии экспозиции финала, но ее трудно узнать, настолько изменился темп, характер и окружение этой мелодии. Весь переходный эпизод полон неопределенности, нерешительности. Ремарка автора – иррезолюто. Гармонический он настолько зыбок, что тоника на всем его протяжении не появляется. Да и трудно ожидать определенной тоники, так как, собственно, и твердой тональности здесь нет. Хроматизмы, секвенции по сползающим полутонам до самого конца эпизода не позволяют остановиться на чем-то устойчивом. На пианиссимо начинается реприза. В ней темы проходят в другом порядке. Сначала связующие, потом главные и, наконец, побочные. Особенной разработке подвергается побочная партия. То она проходит в варьированном виде, то в обращении. То затем это обращенное проведение видоизменяется еще следующим образом. А потом и так. Все это служит одной цели. Калейдоскоп тем, их смена, взаимопроникновение, сложная полифоническая разработка дает картину такого праздничного ликования, такой беспредельной радости, которой не было на протяжении всей сонаты. Конечно, здесь выражены чувства патриота, ожидающего уже близкой победы над врагом. Последняя страница с ее глубоким органным пунктом на тонике и громким вибрирующим звучанием всего диапазона фортепиана – это торжествующий гимн победы. Восьмая соната Сергея Прокофьева представляется мне вершиной его сольного фортепианного творчества. Это самые масштабные и в то же время глубоко субъективные произведения композитора. Исполнить ее – большая, чрезвычайно сложная, но в высшей степени благородная и радостная задача.